Да, мы можем положить конец этому самому терроризму ни сегодня, ни завтра, ни сразу, но только при одном условии – если мы этого захотим. Вернувшись домой, все вы и мы, кто останется в Беларуси, должны приложить максимум усилий, чтобы положить конец этому самому терроризму и строить новую планету. Вы, может быть, и захотите строить эту новую планету, но при одном условии – если вы убедите нас, прежде всего, и наших коллег, власть придержащих, строить эту новую планету без терроризма, честно, открыто и справедливо. Тема, которая сегодня будет обсуждаться, чрезвычайно важна для обеспечения безопасности каждого государства, на каком бы континенте оно ни находилось. Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности. Терроризм не знает границ ни государственных, ни моральных. Его жертвы – обычные люди, среди которых старики, женщины, дети. Его методы – жестокие и бесчеловечные. Используемые в подготовке террористических атак технологии развиваются со скоростью мирового информационного и технического прогресса. И это беспрецедентный вызов современному обществу. Вызов, с которым не справятся в одиночку даже самым могущественным государством, если они этого захотят. Каким бы силовым потенциалом и передовыми разработками они не обладали. Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог. Необходимость совместной координации усилий, думаю, очевидна для всех. Прежде всего, для профессионалов, присутствующих в этом зале. Безусловно, главенствующая роль в этой миссии принадлежит нашей основной международной организации – Организации Объединенных Наций. Отмечу, Беларусь является участницей всех основных универсальных договоров, разработанных под эгидой ООН. В шестом году мы выступили за принятие глобальной контртеррористической стратегии – первого документа, который определил общий мировой подход к борьбе с терроризмом. Мы продолжаем поддерживать все инициативы в рамках ООН, укрепляем партнерские связи в сфере антитеррора, участвуем в обмене специализированной информацией и передовым опытом формирования сети координаторов по борьбе с терроризмом. Но масштаб террористической активности сегодня требует выйти за рамки одной организации. Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, Евросоюза, ОДКБ, СНГ, ШОС, иных международных организаций – единственно верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе. Считаю, что идея объединить два региона – ОБСЕ и ОСЕАН – под эгидой контртеррористической конференции в Минске также актуальна и своевременна. В Беларуси, к счастью, нет системных причин для экстремистской деятельности, основанной на религиозной, этнической или социальной нетерпимости. Скажу больше крамольную мысль. У властей Беларуси и у меня лично также нет заинтересованности порождать террористические группировки, финансировать их и вооружать. Я думаю, намек вы поняли в очередной раз. Находясь в центре Европы, наша страна служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков в пассажирских и миграционных потоках. Этому способствует развитая пограничная инфраструктура, многоуровневая система обеспечения безопасности, успешный опыт сотрудничества с компетентными органами других государств и профильными международными организациями. В целях укрепления национальной системы мониторинга общественной безопасности резиденты Белорусского парка высоких технологий, айтишного парка, уже создали и продвигают на рынке передовые программные продукты, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Большой зоной риска сегодня является глобальная сеть. Угрозы, которые формируются в киберпространстве, имеют транснациональный и скрытый характер. Уход преступников в темную сеть, или, как ее называют, Даркнет, затрудняет контроль со стороны государства и частного сектора. Террористы активно используют социальные сети для пропаганды и вербовки новых сторонников, цифровые технологии для финансовой подпитки. Это еще один вызов для глобального контртеррористического фронта. В этой связи вот мы все страдаем. Глобальная сеть, интернет, все пользуются этим. Создали эту хорошую игрушку большую, и сейчас не знаем, что с ней делать. А точнее знаем, даже очень хорошо знаем, но не хотим делать то, что мы понимаем, и то, что нужно делать. И еще, ну создавая какую-нибудь игрушку, в кавычках, мы должны понимать, что если она с одной стороны несет благо для человечества, а интернет это действительно с одной стороны благо, нам же надо подумать было о том, а что может плохого человечеству принести интернет в данном случае. В настоящее время отдельные страны мира озадачены проблемой обеспечения свободы интернета. Свободы. Но что подразумевается под этим термином? Где граница между свободой общения или самовыражения и бесконтрольным или безнаказанным поведением в мировом цифровом пространстве? Полагаю, что каждое государство отвечает на этот вопрос самостоятельно. Как себя вести в цифровом пространстве? Как регулировать интернет и так далее? У Беларуси, как суверенной страны, есть собственное мнение на тему моральных, этических, правовых границ свободы интернета. Я так свободно говорю по вопросу интернета, потому что никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничили интернет в Беларуси. Хотя надо было бы, мы пока еще не знаем, как это сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям. Поэтому мы пока не трогаем интернет. Дело, время терпит. Но посмотрите на другие страны, как они разбираются с интернетом. Это тоже еще одна проблема. Прав человек. Что касается интернета, то все это изложено в принятой недавно национальной концепции информационной безопасности. Но и в этой теме, без выработки общих правил, признаваемых всеми участниками международного сообщества, мы никогда не сможем достигнуть желаемых результатов по защите наших граждан. Беларусь уже более 20 лет укрепляет дружественные отношения со странами-соседями в рамках инициативы о поясе добрососедства, которая оправдала себя в полной мере. Возможно, пришло время взять эту модель за образец для формирования новой инициативы пояса цифрового добрососедства. Сделать это можно путем заключения межгосударственных иных соглашений об обеспечении информационной безопасности. С нашей точки зрения, ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеей цифрового суверенитета и нейтралитета, которые в первую очередь будут гарантировать неумешательство стран в информационные ресурсы друг друга. Убежден, что в систему эффективного обеспечения международной информационной безопасности должно быть включено как можно больше государств. Я был бы рад, если сегодня из Минска мы запустили бы волну цифровой безопасности, призванную укрепить связи между странами, повысить эффективность совместного противодействия террористическим и иным угрозам в киберпространстве. Скажите, а кто способствовал созданию первых террористических организаций в таком широком масштабе после Второй мировой войны? Они же в основном появились в наши дни. Помните войну в Афганистане, где воевали супердве державы? Мы являемся одной стороной этой войны. А вы помните ту террористическую организацию, которая была создана в Афганистане? Вспомните. Кто помоложе, простите. И кто способствовал этому? Что, простые люди-националисты, в том числе, которые там воевали? Да нет. Они не имели ни денег на это. У них не было оружия. Но кто-то их создал, вооружил и в нужный момент использовал. Мы сегодня боремся против этих группировок, но ведьмы, власть придержавшая, показали пример, как надо создавать эти террористические организации. А потом успешно показали, и сейчас показываем, когда их надо использовать. Я вот много говорил о том, что мы сами поразили эту угрозу, сейчас против нее боремся. И действительно, сегодня я уже не скажу, что все террористические организации и группы создаются теми или иными государствами или структурами в тех или иных государствах. Мы просто показали пример, как это делать. И сейчас этот процесс, который когда-то носил управляемый характер, он полностью хаотичен, он не подконтролен никому. Так давайте хотя бы вот это бесконтрольные группировки, группы и прочее, которые хаотично возникают и научились уже зарабатывать очень быстро где-то. Давайте хоть их, но если не ликвидируем, то возьмем под контроль. Мы все опять же страдаем по поводу конфликта Украины. Это больная проблема для меня в личном плане и как главы государства соседа Украины. А ведь когда начался этот конфликт, я уже приводил пример, не буду фамилию называть, один из ваших поставленных чиновников позвонил мне и поинтересовался, что будем делать, какая точка зрения Беларуси, ведь вы рядом. Я не хотел вмешиваться в это, зная, что там происходит и что является причиной этого конфликта. Но по его настоянию, вот министр иностранных дел, я послал его с планом конкретных действий и личными гарантиями, в том числе белорусскими гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. И добавил, если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь. Я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт прекратился. И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план, даже в деталях. И начали бороться за Донбасс, за Крим, еще чего-то, нормандские форматы, в том числе и в Беларуси. Я, конечно, с удовольствием принимал их, потому что знал, что это хоть маленькие шажки, но в направлении нормализации там ситуации. Ведь там старики и дети гибли, и вроде бы гибнут сегодня, как сообщают одна, другая страна и средства массовой информации. Но почему не прекратили этот конфликт до сих пор? Почти пять лет прошло. Потому что это кому-то надо. Когда начался конфликт на Украине, и внутри Беларуси меня многие упрекали. Зачем нам влазить в чужой конфликт? Во-первых, я сказал, во-первых, это родные люди столкнулись там лоб в лоб. А во-вторых, это рядом с нами. И что мы получили? Чего я опасался? Огромный приток мигрантов. В первый год 150 тысяч клынуло к нам. Европейцы 2000 мигрантов не могут поделить. В море болтаются дети, люди, старики, которые бегут от проблем, которые мы создали у них на родине. Мы их не принимаем. Пусть погибают в море. Это не наше. Две тысячи. А к нам 150 тысяч клынуло. Не чужих нам людей. И буквально через несколько дней я подписал указ о предоставлении равных возможностей в Беларусь. По жилью, по образованию, детей в детские сады, в школы детишек, в вузы. И предоставили место работы. Нам страшно было перемолоть эти 150 тысяч для нашей Беларуси с нашими проблемами. Вы думаете, нам кто-нибудь помог? Нет. Ну, мы, в общем-то, и не просили этой помощи. Но самое страшное, что произошло потом и сейчас продолжается, мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу. Закрыть границу наглухо еще больше, чем с североатлантическим блоком, который для нас всегда с давних времен якобы казались врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия. Ну, а там, где оружие в руках у обычных людей, у людей, и особенно, как вы правильно сказали, националистически настроенных, жди терроризма. И спокойная Беларусь, не дай Бог, может пожинать эти плоды и получить то, для чего у нас нет вроде бы оснований. Кто это породил? Ответ на поверхности. Противодействие терроризму это исключительно важное, но не единственное звено в цепи всеобщих усилий по обеспечению международной безопасности. В настоящее время мы являемся свидетелями набирающей силы деградации системных основ этой международной безопасности, которые создавались с середины прошлого века. Одной из причин и результатом этого процесса стало разрушение доверия между странами. Последний печальный пример. Прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Очередное мероприятие. И кто его породил? Знаете. И вы, наверное, понимаете, что спустя несколько лет мы начнем бороться против этого страшного зла. Тратить деньги, проводить конференции. И те, кто сегодня повинны в нарушении этих договоров, они, возможно, будут инициаторами проведения этих конференций. Так не лучше ли сейчас остановиться? Но ту проблему, которую я только что назвал по ракетам, терроризм, против которого мы сегодня боремся. Просто померкнет перед этой проблемой буквально через пару лет. Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай Бог, чтобы эта война хотя бы обошлась без ядерного оружия. Реальная возможность появления этих вооружений в Европе, в нашей тихой, спокойной, это прямой путь к росту напряженности на континенте и новому витку гонки вооружения. Она уже нашлась. Притом, она идет очень быстро. И вы знаете, в ведущих странах настолько форсирует этот процесс, что во время испытания нового оружия просто десятками, сотнями гибнут люди. Для восстановления доверия Беларусь последовательно, настойчиво продвигает идею о необходимости возобновления широкого международного диалога, как на региональном, так и на глобальном уровне. Без всеобщей готовности к новому переговорному процессу, который бы стабилизировал международные отношения, мы не можем гарантировать безопасность своим странам и народам. Необходим поиск объединяющей повестки, новых идей, разделяемых широким кругом государств и международных организаций. Одно из них, по моему мнению, должно стать противодействие размещению ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе. Беларусь, являясь полноправной участницей договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут окружать нашей безопасности. Пока такой ситуации нет, надеюсь и не будет. Я заявляю, так как глава государства расположена в самом центре европейского континента, где в генах каждого жителя живет память о самых страшных в истории человечества войнах. Они все прокатились через нашу землю. Убежден, что декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности. Мы не идеалисты и видим все сложности, с которыми может столкнуться эта инициатива в условиях существующих противоречий. Но ведь и договор о нераспространении ядерного оружия и глобальные запреты других видов оружия массового уничтожения тоже когда-то казались невозможными. убежден, что совместные действия по сохранению достижений договора о ракетах средней и меньшей дальности на нашем континенте стали бы важным шагом в глобальном диалоге по восстановлению доверия. Пусть сегодняшний форум станет площадкой для самого откровенного и конструктивного диалога. Уважаемые друзья, и еще очень богатые страны говорят, вот у нас много денег, поэтому в гонке вооружений мы выиграем. Поверхностное заявление. Сегодня технологии так развиты, что не обязательно в этой гонке вооружения быть первыми, не обязательно кого-то догнать, перегнать или кому-то убежать. Сегодня даже со средним достатком страна может произвести такое оружие для современных технологий, что этим богатым, которые хотят быть лидерами в этой гонке, мало не покажется. Многие процессы требуют переосмысления, прежде всего с нашей стороны. Я 25 лет работаю президентом. Я видел многих президентов, я участвовал во многих процессах, я наблюдал за многими процессами, и то, что я сказал, это вывод из огромного политического опыта, простите за нескромность, который я накопил. Я считал необходимым по этой теме, откровенно и честно, с вами поделиться. я как человек и как глава государства призываю вас задуматься над принципиальными вопросами, которые прозвучали здесь в моем выступлении между строк. Позвольте пожелать участникам конференции успешной и плодотворной работы на благо народов наших стран во имя мира на земле и знайте, что если от вас будут поступать любые предложения во имя сохранения мира и вы увидите нашу хоть небольшую роль в этом Беларусь, мы всегда готовы выполнить ваши пожелания. АПЛОДИСМЕНТЫ